Всем привет! В середине прошлого века в США найдены окаменелые останки неизвестного до сели существа, жившего на Земле давным-давно. Ученые назвали его Туллин монструм. Вот некоторые известные и интересные факты об этом ископаемом животном. Туллин монструм получил такое необычное имя благодаря своему необычному виду и человеку, нашедшему окаменелости. Это существо действительно похоже на монстра из какого-то фантастического фильма. А обнаружил его Фрэнсис Талли в 1958 году. Туллин монструм обитал в воде. Это было 30-сантиметровое животное очень странного вида. У него было овальное вытянутое тело, лишенное конечностей и заканчивающееся хвостом-половником. Вполне пристойно для водного животного, но самое интересное было у него на голове. У Туллин монстра были маленькие глазки, расположенные на длинных отростках антеннах, растущих на голове. Но еще более удивительным был венчающий голову животного длинных обод, на конце которого имелись мощные челюсти. Ученые многократно впоследствии находили останки Туллин монструма. Все в штате Ленойс. Они быстро смогли восстановить его внешний вид, но до сегодняшнего дня не могли с точностью сказать, к какому виду животного оно относилось. Сначала специалисты считали, что это животное либо моллюск, либо черепь. Но современные методы исследования помогли установить, что это хордовое животное, имеющее жабры. Возможно, он родственник современных миног. Скорее всего, Туллин монструм был хищником, иначе зачем ему были столь мощные челюсти с множеством острых зубов. Но когда это существо появилось на земле и когда исчезло, достоверно ответить на этот вопрос не получается. Окаменелые останки этих ископаемых доисторических водных животных выставлены во многих музеях США и, конечно же, привлекают внимание людей. Но особое внимание привлекает тот факт, что некоторые ученые полагают, что это животное – миниатюрный родственник всемирно известного лохнецкого чудовища. Будем надеяться, что со временем нам все же удастся узнать, так ли это.